здравствуйте друзья раннее утро едем сейчас за молоком в соседнюю деревню и покажем какая у нас дорога в поселении чистое небо думаешь что машина у меня не едет на ручнике было вот так вот бывает так было уже раз 5 доходило до того что у меня есть под хлеб шел дым смотрю у меня колодки с диском накрылись до такой степени то жара можно жарить яичницу вот рядом проезжаем соседи недавно прошел крейдер но видимо забыли еще раз против рейдера я хочу выровнять все это убрать в каждую сторону ну как обычно, красивая жизнь наша скорость 40 км в час можно конечно больше но жалко подвеску но, хоть она и предназначена для сельской дороги в нашей машине тот же вариант но мы позавляем ее я благополучно приехал чистое небо с санкт-петербурга если у меня машина была как всегда окруженная ну конечно здесь местами черега вот нищим вот как сейчас например в прошлом году у нас был ураган и покажу вам последствия стихийного бедствия которое вывело из строя все электростанции в населенных пунктах закоротило провода вот например как вот такие лэп идут вдоль дороги были обрывы и привезли нам большие-большие генераторы запитывали деревни ну вот это я скажу это идеальная дорога в нашем поселении по ней можно ехать и 60 км в час но есть места ужасные как мы проехали до этого я вам попозже покажу вот наш логотип поселение чистое небо который был основан в 2006 году в нем сейчас проживает постоянно 16 семей планируется порядка 35 семей как я вам и обещал показываю дорогу которая у нас иногда выглядит вот так на джипе в принципе нормально проехать на додже тоже он повыше но на низкой машине нереально вот такая дорога ну хорошо что ее отсыпали потому что до этого здесь были яма на яме приходилось ехать 10 км в час ну сами понимаете кому нужны дороги местного значения никому но есть одно но у нас в будни ходит автобус собирает учеников по деревням в нашем поселении приезжает за учениками автобус в связи с этим сделана была отсыпка в этом году ну и в прошлом тоже администрация иногда помогает техникой ПГСом, КАМАЗами что я могу сказать в поселении, когда у тебя большая семья когда у тебя надо что-то привезти большая, крупногабаритная лучше иметь какой-нибудь мини-буз вот типа такого доджика ну или джип в идеальном случае в идеальном варианте было бы хорошо иметь ну пока на него не накопили вот соловьи поют птички у нас сегодня хорошая погода солнышко вчера дул сильнейший ветер штормовой по трассе машину качало ехал 90 км в час максимум 100 реально сносило с дороги я не знаю хорошо вам видно или не очень вот такие неровности в виде ям иногда попадается нашими руками вдоль обочины вырубается лес зачищается обочина когда я первый раз приехал в поселение это выглядело примерно так ольха свисала макушками в центре а дороги было довольно таки жутковато если это серый день без солнца сейчас выглядит довольно таки прилично стремимся к хорошему извиняюсь за голос видимо вчера простыл акклиматизация плюс к этому приехали к молочнице в соседнюю деревню за молоком сейчас получим свои заветные 3 литра молока и поедем обратно большая деревня порядка 200 жителей за McDerm появится до 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 Продолжение следует...